При виде полицейских и экологов водители самосвалов разбежались, только один не успел. Хамазы привезли очередную партию мусора, не меньше 50 тонн, и уже собирались сбросить груз на лесной поляне. Человека в машине без номеров зовут Давид. Этот коммерсант на окраине деревни Жапкино недавно купил участок земли в 2 гектара и устроил на нем свалку. Инспектор в Министерстве экологии пытался убедить, что просто благоустраивает свой собственный двор. Уверял, что мусор собирается закопать и сделать подъезд к будущему дому, и этим немало удивил экспертов. Они в первый раз слышали, чтобы дорогу делали из кусков бетона, остатков пищи и пластика. Между тем, даже просто находиться рядом с такими отходами небезопасно. Федеральная каталога отходов – это отходы четвертого класса опасности. Вы об этом знали? А я не могу саду сбор, чтобы подкидывать, чтобы машина проезжала? Нет. За движением самосвалов вокруг свалки наблюдали несколько дней. Удалось проследить. Грунты отходы привозили с ближайших строек и населенных пунктов. Помимо всего прочего, в виде тяжелая техника заезжает на муниципальную дорогу, по всей дороге грязь. А само это место вот так выглядело еще летом. Живописный пейзаж. Экологи бьют тревогу. Свалка – это не только гибель уникального ландшафта. Здесь было зафиксировано размещение отходов на земельных участках, приближенных к водной территории. Отходы могут попасть в реку Бица, а со временем и в питьевые колодцы. Если это произойдет, использовать воду будет уже нельзя. Отцепали все. Сейчас самосвалы отправили на спецстоянку, а эксперты теперь оценивают ущербы. Если он окажется большим, на владельца участка заведут не только административное, но и уголовное дело. Нарушил коммерсант действительно много. Тут и незаконное складирование отходов, и загрязнение окружающей среды. И незаконные работы в водоохранной зоне.